МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город большой, веселения много, нас на всех хватит, а я вам помогу. Ирина, ты не против, если мы начнем путешествие с мальчиком, а продолжим уже с тобой? Хорошо, согласна. Чтобы ваше желание исполнилось, нужно залезть, потанцевать и слезть с другой стороны. Вот так примерно. На самом деле вовсе не обязательно было потанцевать, просто мне хотелось посмотреть, как это будет выглядеть. Видо снизу. Миша, я уже все? Нет. Ты отомщен? Не меньше урока. Это очень больно. Это было очень больно. Передаю Алену в твои надежные руки. Алена, спасибо большое. Пока. Я первый раз вижу такого человека, который много знает о чем. О! Я в музей! Давай, давай. Продолжая прогулки по паркам, отправляемся к мемориалу Победы. Монумент воинской славы – это композиция из бронзы. Родина-мать держит знамя и указывает вперед. Рядом с ней на коленях солдат с оружием в руках. Высота монумента более 16 метров. Этот памятник был предусмотрен для другого города. Но он настолько хорошо вписался именно в этот косогор, именно на эту точку нашего города. Видишь, как хорошо смотрится? Уже сколько поколений молодоженов сюда приезжают. Чтобы цветы разложить. Я вот не знаю, сейчас они ездят или нет, надо бы уточнить. Но 26 лет назад точно ездили все, я в том числе. Ах, вот так, да? Это самая высокая точка Чебоксары, отсюда открывается великолепный вид на Волгу. Да, мы сейчас это все посмотрим. Ну смотри, все-таки доехали сюда молодожены. Да, ездили в замочке. Традиции, они такие, на вечную любовь. Ходят, гуляют здесь, потом приходят. Вот наш замочек, и сюда все-таки висит. Висит 30, представляешь? А он все висит. Вот Леша и Настя через 30 лет приходят, и о, наш замочек. Маленький, но сохранился. Мне нравится воздух здесь. И тишина. Да, такое ощущение, что мы за город выехали. Всего-то один километр от основной трассы. Прогулки поздней осенью, конечно, не самое теплое занятие. Согреться с пользой это в музее. Их в городе предостаточно. За историческими фактами в национальный, послушать о жизни великого комдива в музей Чапаева, за вкусовыми ощущениями в музей пива. Ну а мы проникаемся национальным колоритом на мастер-классе в музее вышивки. Чувашская вышивка наша очень древняя и всегда вышивается по счету нитей холста, поэтому у нас узоры все получаются геометрической формы. В основном у нас вышивали двухсторонними швами, особенно обрядовые свадебные вещи. Но бывают и односторонние швы, но их использовали для нательной рубахи. Вот такие вот заготовки вышивали для женской рубахи. Вот их вставляли вот в остов рубахи, и они украшали грудь замужней женщины. Ну и свадебных вещей я хочу показать. Вот жениховый платок, который всегда вышивали только двусторонними швами. Вот где изнанка, где лицо, вы не найдете. Мелко-мелко, считая каждую нитку холста, вышивали такими вот плотными яркими швами. Нитки использовали только шелковые, поэтому они у нас и сохранились. Вот эти платки у нас самые старинные музея. Сколько их? Ими уже 300 лет. Поэтому сохранность не очень хорошая. Как наоборот, хорошая. Тесенки не везде сохранились. Они тоже шелковые были. И вот как вы видите, по краям тоже шелковая бахрама красивая сохранилась. Именно по вышитым вещам у нас сузили, какая невестова трудолюбивая, аккуратная, и какая она мастерица. То есть не красота ценилась, а именно мастерство. Да, конечно. И вот чтобы понять, насколько это трудно, мы сейчас с вами тоже попробуем вышить один узор. Он простой, казалось бы, да? Вот посмотрите. Такие вот мелкие стежки, но они двухсторонние. А где узелки? Узелка не делали. У нас вышивка безузелковая считается. Я сейчас вам покажу, как все это начинается и как завершается. И вот про этот шов у нас сохранилась такая легенда, потому что в старину чувашскую невесту у нас проверяли, умеет ли она вышивать. И вот в этой легенде как раз говорится, что кто-то сказал, что невесту не умеет вышивать. Но такие слова, видимо, очень были обидными, и она попросила дать нитку, иголку и холст. И она как раз вышла похожей на подковы. Такой вот узор мелкий, который в округе никто не знал. Но те, которые завидовали, назвали этот шов дурацким. Но по-чувашски называется ухмахтера. А те, которые восхищались, назвали щенпальметера, то есть мудреный шов. И до сих пор у этого шва у нас два названия. Мудреный шов, то есть щенпальметера, и дурацкий шов ухмахтера. Вот мы сейчас с вами попробуем. Возьмем в руки иголку, нитку. Попробуем вдеть правильно. Два конца вот так вот соединяем. И вдеваем. То есть она в четыре слоя? Но нет, в старину, сколько ниток, это зависит от структуры ткани, холста. Вот видите, старинный холст, он такой плотный. Там очень трудно считать вот эти клетки, да? Хотя считали, потому что не считая уже, вышить узор не получится. А у нас ткань другая, современная. В крупную клетку мы поэтому можем брать нитки потолще. Шов у нас на самом деле не такой простой. Вышивается с двух сторон сразу. Другие швы у нас с двух сторон не получаются за два приема. А это сразу. Мы сейчас в этом углу вот, допустим, вот. Вот, просто вдеваем вот в петельку, поэтому узелка мы не делаем. Нитку закрепили, да. Посмотрите, Наталья, вот в одну дырочку. Да, по диагонали. По диагонали. Да, по диагонали вытащить. Да, вытащили. И вот зацепить вот эту. Да, вот в петельку одеваем. В одну петельку. В петельку и пойдем дальше вот по схеме. Мастеринца, можно мы потом скажем, что это мы вышли? Хорошо. Вот. Чтобы нас замуж взяли. А они точно схему рисовали? Ну, в то время не рисовали. Конечно, бумаги же не было в 18 веке. Вышивали сразу по ткани. То есть вы планируете сейчас вот такой вот сделать рисунок полностью, да, целиком? Я просто должна понимать, когда мы уйдем отсюда. Но вы как скажете, рисунок появится. Я хороший зритель. Я поняла. А вы отдадите домой этой девочке вот эту? Да, все заберете. Кто что делает у нас, все забирает. Вот. А кто ничего не делает, тот ничего не забирает. Шов, которым у нас, меня, научили, встречается на нательной женской рубахе. Вообще разнообразие узоров поражает. Край, ста тысяч песен и ста тысяч вышивок. Это о Чувашии. Вышивка – национальная гордость чувашского народа. Молва о ярких полотнах и нарядах с оригинальными узорами, зигзагообразной и геометрической формы, что из города на Волге ходит с давних времен по всему миру. За драйвовыми впечатлениями в музей трактора. Кстати, он такой единственный во всей России. И здесь все можно трогать, мерить, крутить. Думаете, это старые музейные экспонаты? И они тут пылятся? Способны служить только фоном для фото? Не тут-то было. Что нужно сделать, чтобы запомнить, что было в этом музее? Прокатиться на тракторе. Ну, забудутся потом воспоминания. Нам денежки, нам денежки важны, девочкам. Денежки, я вижу. Да, есть монетки, но здесь можно сделать не просто монетку. И, конечно, нигде не расплатишься, но на память останется. С чеканкой музей трактора. Расскажу, как это делается. Берется такая заготовочка. Кладется сюда. Это очень тяжелая штука. Она очень тяжелая. Сколько килограмм? Ну, я взвешу потом. Где-то килограмма три. Ой, как я могу. Так. Так. Это что, мы так накрывали? Да серьезно. Так. И? Главное не промахнуться. И вуаля, монетка на память у меня в кармане. Ален, как относишься к письмам счастья? Это которые автомобильные штрафы? Нет, другие. У меня есть зелененькое письмо. Это от Мегафона. Подарок. И его получит тот, кто найдет это письмо. А мы его спрячем здесь. Под какой-то голубой елью. В радиусе одного километра от главного офиса Мегафона. Ну что, прячем? Да, так поглубже надо, чтобы не видно было. Зеленое в зеленом? Ага. Замечательно. Все, отлично. Вроде не видно. А где мы находимся? Сейчас по навигатору посмотрим и уедем отсюда. Давай, водителю звонить надо. Главный собор Чебоксар в Веденске, или сердце Чувашской республики, как выражаются о нем прихожане и служители церкви. Его история восходит к 1555 году. Когда архиепископ Казанский, тогда в Казани новая кафедра была, он, Герман, он направлялся на свою кафедру, он остановился именно по Волге всегда ехали тогда. И он остановился на этой горке, где впоследствии был и сооружен по его благословению, по его освящению. Он место даже указал, именно это место, где должен быть соборный храм. Потом и называется соборный храм. Несколько престолов, несколько пределов. Вот у нас тоже здесь священно-мучник Харлампий придет. Это мы здесь проводим ранние богослужения, поздние. И дальше уже у нас впереди, там, Алексейский, здесь Алексей Божий Человек. В основном храме сейчас идет реставрация. Все заставлено строительными лесами. Знаете, ощущение такое сейчас причастности к истории. Потому что вот я стою, у меня улыбка не сходит. Это ощущение раскопать, что-то увидеть, что-то созидать новое. Первым это увидеть. Первым это увидеть, да. Первым это увидеть. Вы первым видите, да. Получается, вот эта часть, да, уже реставрирована? Уже свод, верхняя часть вот эта реставрирована. А до этого было все в темноте, кажется. Это вот гарь, копоть, да, что-то случилось. И копоть, к сожалению, у нас в храме вот такой есть проблемы. Есть, потому что у нас каждый день все происходит. И, как я сказал, ежедневные службы свой осадок немножко дают. Но, тем не менее, вот у нас вот сами вот, вот эта благодать здесь в особенности. Люди вот за этой благодатью едут, приезжают с других мест, туристы. Они уже начинают знать, что в Чувашии есть Веденский собор. В подкуполье созидают художники-реставраторы. Максим, мы в таком уникальном месте сейчас с Ириной оказались под сводом. Вы сейчас что прорисовываете? Какой вот что-то за образ? Ну, это Господь Славов. Вот, как так называемый. Бог-Отец, да. Именно так он изображается, примерно. А вот как, нам сидеть даже неудобно. А как вы сидите и рисуете? У вас есть какие-то держатели? Дело при выживании. Нет, просто вот на стульчике. Так-сяк. Вот есть фотографии. С 74-го года, да? Можно посмотреть? Это из старого отчета реставрационного. В 74-м здесь была реставрация. Владимир нам внизу сказал, что здесь уникальная живопись Петровского времени. Ну да. Это именно так все, да? А какие-то вот образы, как будто кто-то похож вам. Вот на той стене. Петр первый в роли всех нехороших персонажей изображен. Правда? Ну да, если вы обратите внимание, то подойдете. Все такие усачи, да, это именно Петр. Вот там бичевание Христа, если обратите внимание. Это личное мнение художника на тот период? Да не то, чтобы, скорее всего, даже не отдельного художника, а скорее настроение даже может быть и в народе. Говорят, что закончат к празднику введения в начале декабря, и собор предстанет в обновленном виде. Чем не повод заглянуть в одухотворенное место. А визитная карточка Чебоксар – это залив. Вечером он отражает сотни огоньков самого длинного в России светового пешеходного моста. А вечером наш город становится сказочным. О, великолепный этот светящийся мост, прямо украшение города. Здесь использовали 9 километров гирлянд. Если посчитать каждую. Ты считала самолично? Ну, не самолично, ладно, посмотрела в интернете. 72 тысячи огоньков здесь светится. 72 тысячи ровно? Ну, там 362 примерно где-то. Две, потому что мы с тобой. Да, и еще мы добавили сейчас огоньки. Смотри, вообще есть такая легенда, что тот, кто пройдет по всем этим гирляндочкам, под всеми этими гирляндочками, его желание исполнится. О, да, 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 я загадывала желание, да. И? Исполнилось? Я не помню. Ну, значит, не исполнилось. А я тебе бесю, почему? Сколько народу ходит в течение дня? О, много очень. Можно исполнить желание каждого. Ага. Поэтому здесь своя методика. Я тебе скажу. Да, правда, правда. Я каждый день хожу. Мне каждый день исполнилось желание. Так, и как? Учись. Берешь вот так, ручки ставишь. Это какая-то методика, да, субь? Ну, а так. Пригадай, пожалуйста, у тебя ножки вот так вот должны, да? Это. О. Ты как первокласска, нужно, чтобы левая рука, правая нога. О, раз и два. О, я бегун такой. Раз и два. И все это нужно сделать. Сколько скануло метров здесь? Нет, 9 километров гирлянд это. А, расстояние? А расстояние, я не знаю. А сейчас и померим. Ох, давайте. Время не уйдет тоже, посмотрим. Хорошо? Засечь надо? Так, конечно. Телефончиком? Да. Давай. Смотрим. Время. Итак, время у нас сейчас 19.48. Ага. Что, пошли? Раз, два, три. Все, поехали. Как-то странно, я себя чувствую. Так, я еще не ходила по мосту. Это для внимания еще много. Так. Ой, я себя солдатом чувствую. Что-то. Это очень красиво. Красиво, грациозно. Красиво, не забудь, что мы засекаем древо. Парни, которые уже ушли очень далеко. Ох, мне кажется, мы их не догоним никогда. Это... То, что мы за своим счастьем, мы не за всем. Ага. Скажи мне, пожалуйста, какое именно желание ты загадала? Личное? Вообще желание... Это вообще городской масштабе. Нельзя желание рассказывать, на самом деле. Я просто скажу, личное или общегородское? Вот и это тоже нельзя рассказывать. Да, боже. Ну, что же с тобой сделать, да? Не расколоть меня. И моя цель, моя яркая и большая цель уже близко. Самое главное, чтобы свое... Что? Время? ...сто процентов. И с вами мы должны бегом заезжать вот по тем, где сенком. Что? Именно так. Нет же, это же издевательство. Это не издевательство, это исполнение желания. Идем, идем. И сейчас мы с тобой... Стоп! А сейчас мы узнаем, сколько у нас ушло времени. Так, и... Почти 50. 50. Ну, будем думать так. Полторы минуты, 90 секунд. О, как быстро! Вообще-то за 60 должны были пройти. 60 секунд – это не из-за меня. Все, идем на лестницу. Из-за тебя, Кулика. Бегом, бегом. О, ну, после 80 еще эти 15 – это уже слишком. Ну, привели к ней. Это очень слишком. Я точно исполнила свое желание. Я устала. Так, маленькое условие. Ты должна обнять первого попавшегося мужчину. Что? Между прочим, хватит уже квестов мне на сегодня. Я поняла, что это розыгрыш. Зато смотри, как красиво. И куда мы пришли с тобой? Мы пришли к матери-покровительнице. И это финальная точка нашего путешествия. Вау, круто! Такой день, такой день. Ирина, да я тебя обнимаю. Давай посмотрим. Какая красота. Давайте посмотрим. Посмотрим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!